Здесь, в центре западно-сибирской платформы, на дне моря, которое высохло миллионы лет назад, хранится наш основной запас золота, завоеванный на чемпионатах мира и Европы по подводному спорту. Новосибирцев, чемпионов по скоростному плаванию в ластах и подводному ориентированию, вы увидите в фильме... Батальные съемки при участии Ксеркса и его военно-морского флота. Представители команд приглашаются к палатке главного судья. Итак, товарищи зрители, через час начнутся первые в этом году всесоюзные соревнования по подводному ориентированию. Ашхаббат приветствует их участников. Сейчас спортсмены прокладывают подводные маршруты по выставленным на воде ориентирам первого упражнения. Товарищи, первые соревнования были проведены у нас в стране 20 лет назад. Первые же подвиги знаменитых ныряльщиков относятся к пятому веку до нашей эры. Шла греко-персидская война. Плод царя Ксеркса блокировал берега Эллады. К царю привели перебежчиков, и он спросил их, «А что там делают Эллины? Как готовиться к отбору? Справляют олимпийский праздник, а кто победит в состязаниях, получают в награду венок из оливковых ветвей». Услышав, что у Эллины награда венока не деньги, персы изумились. Только один из них, Тигран, сын Артабана, высказал благородное мнение. Увы, Ксеркс, против кого ты ведёшь нас в бой? Ведь эти люди состязаются не ради денег, а ради доблести. Ольга, ты должна напрячься, ты вытянуться должна, как струнка звенеть. Пожёще ты следи за своим туловищем. Должна вытянуться струнку. Вот, Нина, ты тоже слишком погружаешься. А ласта у тебя не работает. Ласта висит на месте. Ты сама вокруг неё пляшешь, а толку никакого. Саня, Иванчиков, не думай о том, что ты спринтер. Постарайся 800 отработать очень сильно. Покажи свою выносливость. Готовы? Оп! КОНЕЦ 55, 56, 58, 59, Саша, не проваливайся, будем, хорошо идешь. Поехали. Обратите внимание, товарищи зрители, как точно в центр финишного створа выходит спортсмен. И это ничего не видя под водой, ориентируясь только по компасу. Снайперский финиш. Но вернемся к истории Ксеркса, товарищи. По свидетельству Геродота, Ксеркс ни во что не ставил спорт. Даже во флоте у него мало кто умел плавать. Ксеркс и не подозревал, во что для него обернется встреча с хорошо тренированными греческими ныряльщиками. 58. Внимание. Пошли по следующим. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После двух упражнений новосибирцы оттеснили на второе место команду Севастополя, который уже год не перестает удивлять этот сибирский феномен. Город, очень далекий от моря, остается лидером и в подводном ориентировании, и в скоростном плавании с ластами не только в нашей стране, но и во всем мире. Но вернемся к истории к сердцу, товарищи. В войне с ним потрясающий рекорд установил грекский ляс. В бурную штормовую ночь, по словам Геродота, он вошел в воду и проплыл под волнами не больше, не меньше, как полторы тысячи метров. Достиг кораблей персов и перерезал канаты у всей флотилии. Поехали! Оп! Первый, три, четыре. Оп! Поехали! Не покушайте, слишком подходит. Чувствуешь, у меня немножко на уровне, ребята, и все едет. Поехали! Оп! Некоторые сомневаются в рассказе Геродота. Но трудно не верить ему. Корабли персов в ту ночь действительно были выброшены на берег. Античная история хранит много легенд о ныряльщиках. Занятны их спортивные достижения. Но поучительно другое. Греки очень любили землю Эллады. Так же, как сегодня, мы любим свою. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова